Сразу в нескольких домах Фокина в 2022 году были осуществлены работы по установке новых современных лифтов. В каком состоянии новые объекты общественного пользования в настоящее время, выяснили специалисты управления ЖКХ. Жители восьми домов малосемейного типа уже успели забыть, что значит подниматься пешком на девятый этаж. В 2022 году высотки, расположенные по улицам Комсомольская, Строительная и Белышева, вступили в региональную программу по ускоренной замене лифтов. К ноябрю новые лифты были установлены и приняты к эксплуатации. Их нынешнее состояние проэспектировала Людмила Витютнева, инженер управления ЖКХ. Участвовали в программе у нас три компании. Это ТПКХ, бывшая ФОК, это компания Крона и Тихоокеанская управляющая компания. Менее чем за восемь месяцев лифты были спроектированы, прошли экспертизу, проектно-сметная документация, закоплены, доставлены и установлены специализированными организациями, сданы в соответствии с действующим законодательством. Отметим, что все работы были выполнены после рабочей поездки губернатора края на территории нашего ЗАТО, в ходе которой он дал необходимые поручения. Это поручение исполнялось полностью за счет средств краевого бюджета. Было выделено на проектирование и замену лифтов больше 28,2 миллиона рублей, практически где-то больше 3,5 миллионов на каждый лифт. С момента установки лифтов прошло чуть более года. Комиссионная проверка выявила, что лифты работают исправно. Нареканий на это у жильцов нет. Технические моменты оперативно решаются представителями управляющих компаний. Жалобы есть на работу лифта? А вот он частенько не работает. Но он не работает. Почему? Потому что его бьют. Да, понятно. Варварский отмосток. Да, такие бесстыжные. Я уже сколько ругаюсь. Люди 20-25 лет ждали эти лифты, на 9 этаж ходили. Они их дрюнкают, эти лифты. Ну а потом приезжает, а мастер делает, так-то претензий к нему нет. Он молодец, им позвонишь в эту управляющую компанию. И это сделают, придут. Минимизировать вандальные действия некоторых недобросовестных жильцов удалось лишь в тех лифтах, где управляющие компании установили камеры и видеонаблюдение с выводом их в круглосуточную диспетчерскую. Поэтому любители оставить о себе след в местах общего пользования определяют быстро и призывают к ответу. Печально то, что, конечно, вандальные действия в отношении и правил пользования лифтами табличек, и в отношении окошечек, где указывается этажность, и в отношении стен, потолков, вандальные действия заметны со стороны наших жильцов. И там, где нет камер, конечно, установить, кто это сделал, невозможно. Мы рекомендуем всячески уже больше года компаниям установить, изыскать деньги за счёт текущего содержания помещений, которые собираются жильцов, и установить эти видеокамеры. Положительной новостью стала информация о том, что в этих же домах малосемейного типа обновления не закончились. Сразу же после установки лифтов в домах, расположенных по адресу улицы Комсомольска, 19 и 21, начался ремонт в самом подъезде, приведены в порядок окна и стены в подъездах. Призываем всех жильцов воспитывать своих детей, чтобы они относились бережно к общему имуществу.